Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. В общем, решили мы с Оксаной Хомби пораскрашивать цветочки в мае по типу челленджа. Каждым материалом ко временем не привязываемся. Вот, в принципе, количество иллюстраций тоже. Кто что захотел, тот выбрал, тот и раскрасит. Захотелось пораскрашивать цветочки именно. Так что вот такой у нас цветочный челлендж. Так, ну и хочу показать вам раскраски, которые я отобрала. Буду тут, понятное дело, по номерам тоже. Вот, и может быть, будет трясти. Не знаю, посмотрим, хорошо работает стабилизация у меня на телефоне или нет. Вот, немножечко по-другому штатив поставила, который к столу цепляется. Поэтому надеюсь, что трясти не будет. Так, ну, естественно, раскраска цветы от Ашет. Без нее не могло обойтись. Ну, тут вообще на любой вкус и цвет, какой хочешь, такой цветок и бери раскрашивать. Вот, фломастерами буду раскрашивать, новыми, скорее всего. Ну, хотелось бы, конечно, цветы и вот с лицом попробовать хоть какую-то иллюстрацию. Мне чем и нравится именно эта версия раскраски, что здесь есть лица, руки, люди, в общем. И хотелось бы что-то из подобных иллюстраций раскрасить. Вот, ну, может быть, просто чисто цветы будут, не знаю. Пока я не определялась с иллюстрацией. Ну, вообще, в основном, сейчас на первых страничках особо так крашу. Наверное, что-то подходящее под май. Какие-то цветы буду подбирать, скорее всего. Вот, а так в целом здесь без разницы. Какие хочешь, такие и бери. Тут нравится вообще просто все. Можно просто вслепую открыть иллюстрацию и сидеть себе красить. Палитры здесь легкие достаточно, поэтому можно раскрашивать как хочешь. Ну, желтые цветы не хочу уже красить. Покрасила несколькими. Ну, наверное, в общем, в прошлом месяце красила желтые цветы. Чего-то в этот раз уже не хочется. Так что буду смотреть, что тут интересного. Да тут все интересное, поэтому. На что глаз первым делом пойдет, то и буду раскрашивать. Следующая раскраска Enchanted World взяла. Здесь в начале вот есть вот эта иллюстрация с цветами. Вот, хотелось бы ее раскрасить. Надеюсь, видно. Так, пока выбор пал на нее. Тут, конечно, цветы еще тоже есть. Но в основном тут либо феи с цветами или что-то такое. Вот эта тоже понравилась иллюстрация. Но, наверное, все-таки, если буду раскрашивать, то вот эту. Пока не точно. В обеих буду красить или все-таки в одной. В Happiness тут у меня есть мандала цветочная. Так она, по-моему, здесь в конце показывает. Да, вот эта вот цветочная мандала. Думаю попробовать ее раскрасить. Тут не так уж много цветов, хотя они и есть. Но самая такая подходящая больше вот эта. И сердечко, и цветочки, и даже птички. Интересно. В общем, пока точно не знаю, обе раскраски затрону или все-таки одну какую-то из них. Так, не определилась до конца. Так, и также, с чем я еще до конца не определилась, это Мария Тролли. Ну, у Марии Тролли всегда есть цветы в иллюстрациях, да, и отдельно именно, и раскраска в целом. Вот сумеречный сад, все о цветах. Пока не определялась тоже с иллюстрацией, какую-то одну из этих раскрасок хочу. Может, даже обе, не знаю. Если уж прям сильно вдохновлюсь на эти все иллюстрации, там, цветочки, то пораскрашиваю. Ну, тут, по-моему, в начале где-то такие более-менее много цветов было. Ну, вот эта вот иллюстрация, ну, видите, постоянно у нее какие-нибудь персонажи в цветочках сидят. Вот. А так, в целом, тут тоже вот много всяких разных цветов. Точно пока не уверена. Брать эту раскраску в раскрашивании. Вот у меня была хорошая, достаточная иллюстрация когда-то. Может, удастся повторить что-то более красивое. В общем, ну, вот все, цветы тут есть. Вот эти вот мне больше всего, в принципе, нравятся иллюстрации. Может быть, что-то из этого выберу. Пока точно не решила. Если будет включение, то покажу, конечно же. Ну, и в конце увидите точно. Так, дальше здесь у нас в сумеречном саду мы тоже все, в основном все цветы. Сад, естественно, цветочный. Вот цветочек, вот цветочки. И ежики в цветочках, и чего тут только нету, да. Поэтому выбираю любую. В принципе, много однотипного, но в любом случае, цветы пока тоже не определилась. Ну, хотелось бы. Ну, вообще, конечно, желательно, хотелось бы мне больше эту раскраску затронуть, потому что здесь больше иллюстраций, чем... А, нет, здесь примерно одинаково. По пять-шесть иллюстраций у меня в каждой книге. Так что, ну, вот цветы. Ну, наверное, сумеречный сад все-таки будет приоритете. А там посмотрим. Начну, скорее всего, с него. Ну, и последняя раскрасочка. Это новинка. Недавно я получила. Ну, на дату выхода ролика, конечно, уже не будет этой новинкой. Это пельмешек. Всеми известный пельмешек. Вот. Здесь есть иллюстрация. Ее недавно Настя раскрашивала. Больше я с цветами особо тут не нашла. Что прям отдельно про цветы была иллюстрация. Мне очень понравилась рисовка. Здесь достаточно такая она интересная. Какие-то вот как будто тени. Какая-то фактура какая-то, знаете, на бумаге пропечатана. Вот. Ну, тут совсем не особо интересные цветы. Поэтому тут одна только иллюстрация. Это вот эта вот с тюльпанчиками. Может быть, может быть, раскрашу. Даже в обложку сразу эту раскраску одела. Вот. Ну, пока до конца не прицепила. Короче, вот думаю над этой иллюстрацией. Стоит ли тоже в этом месяце ее раскрашивать? Или все-таки пока отложить? Ну, начать бы, конечно, хотелось уже и в этом месяце эту раскраску. Так как она очень классная. Вот. Ну, в общем, такие вот у меня варианты раскрасок. Посмотрим, что же я все-таки раскрашу. Будет включение. Если то, оно будет. Если нет, ну, тогда увидите итоги. Вот и подошло к концу наше раскрашивание с Оксаной Хобби по цветам. В принципе, получилось, ну, нормально. Работа, так скажем. Давайте начнем с этой. Немножко я подзадержалась. Потому что была слабость какая-то. Спала сутками последние несколько дней. В общем, раскрасила вот эту вот иллюстрацию. По-моему, я ее и хотела в целом. Очень легко она у меня пошла. Буквально минут... Ну, не ладно, не минут, но час-полтора, думаю, точно у меня заняло. Быстро раскрасилась. Такая вот простенькая иллюстрация. Не знаю, как там на камеру видно, нормально или нет. Мне нравится здесь раскрашивать спиртовыми маркерами. Даже лучше, чем в Хэппинес. У меня пока что такое сложилось ощущение, что тут как-то даже поинтереснее, чем в Хэппинес красить. Дальше раскрасила здесь иллюстрацию с цветами. Только сейчас я вспомню, потому что сегодня я еще тут кое-что красила. Там у меня была, по-моему, какая-то мандала. Я должна была оставить закладку, но, наверное, здесь не оставила. Листочек, это я уже другую раскрашиваю, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, там это уже другая. Так, а где у меня тогда иллюстрация? Какую я там красить должна была? С конца, по-моему, где-то. Да, значит, наверное, в конце. А, ну да, точно, все. Так, недалеко в конце она. Это иллюстрация. Вот, хотя красила ее буквально недавно, а уже запамятствовала. Такая вот еще получилась иллюстрация с цветочками, с птичками. А-ля весна, май. Вот, ну уже даже, наверное, приближенно к лету. Здесь так вот получилось. Дальше. Ну, я раскрашивала в этот же период, в этой вот раскраске. Я ее не выбирала, да, по раскрашиванию, но раскрасила. Здесь, конечно, цветов не так много, да. Вот, но есть тут цветочки на этой иллюстрации, поэтому покажу ее тоже здесь. Как бы хочу заканчивать такие раскраски. Хотя посчитала, что здесь достаточно много иллюстраций. У меня не так уж и заполнена, ну, как заполнена эта раскраска, но здесь намного больше иллюстраций, чем у меня заполнена. Вот, здесь еще дофига чего раскрашивать на самом деле. Так, дальше хочу показать вот здесь вот быстро все, потому что, ну, а что особо здесь не расскажешь особо про работы, то, что все было легко, быстро, непринужденно. Раскрасила еще вот эту. Это, кстати, первая иллюстрация в этой раскраске, и она уже, естественно, разваливается. Так, здесь я раскрашивала, знаете, чем? Этими Мазари, линеры, которые такие вот, 0,4 мм. Раскрашивала ими, решила попробовать. Кстати, в принципе, зашло, немножечко протекало, но не критично, в целом, какие-то парочку точек тут видно, но в целом это тоже цветы, и там тоже есть зеленый, поэтому я думаю, что это не такая проблема. Вот, можно будет продолжать данными маркерами здесь. Хотя тут бумага, в принципе, ну, 120, наверное, грамм где-то, 140. Это не сильно плотное на самом-то деле. В общем, я посчитала, что это тюльпаны, одни распустившиеся, другие нет, но не совсем, да, листва не тюльпанов точно, поэтому, ну, я думаю, что это не так важно, что это за цветы. И последняя иллюстрация, которую я закончила, раскрасила в этом челлендже. Вот, это вот эта вот иллюстрация. Фон я решила не делать. Я в Марье Тролли, наверное, не буду делать фоны, а если и буду, я уже забыла, какая у меня была идея по поводу фонов. Почему я не буду делать фоны? А, ну, если только куашь или акрил. Вот, и это в основном там, где, наверное, нет мелочевки. Почему такая ситуация? Ну, потому что рассказка уже старая, да, и я много ее, ну, открывала, смотрела, листала, поэтому много отпечатков пальцев, значит, пастелью здесь не пораскрашиваешь. Вот, и, естественно, будут эти отпечатки пальцев. Пастель здесь уже не сделаешь. Акварель, ну, я уже показывала, как тут работает акварель. Вот это вот. Это тоже какое-то чудище, да, по поводу фона, да. Ну, то есть акварель здесь ужасно работает. Что, больше, по-моему, всего. Вот у меня в основном здесь как раз-таки акрил, гуашь в этой раскраске фоны. Вот это вот. А, это даже, может быть, маркер поска. Да, кстати, поской красила. Ну, вот акриловыми маркерами можно еще будет делать фоны. И все. Поэтому я решила, что здесь буду в основном без фонов делать. Ну, и не доделала я одну иллюстрацию, но я ее здесь покажу. Начала я вот эту вот раскраску популярную с пельмешком, да. Но это у нас, по факту, лисичка, да, какая-то там маленькая. Вот. И я здесь выбирала иллюстрацию вот эту вот с цветами. Ну, с тюльпанами. Она единственная здесь. Мне почему-то захотелось сразу начать эту раскраску. Я доставала Пабло и пробовала здесь раскрашивать Пабло. Очень хорошо тут, в принципе, они тут ложатся. Вот. И я решила прям идентичную подобрать оттенки, но смешивала все-таки. Вот. Но я потом убрала набор карандашей, потому что мне нужно было что-то сделать или я перерыв решила сделать. Вот. И теперь я не помню, какие я брала. И, естественно, я отложила эту работу чуть-чуть на попозже. Вот. Но надо будет ее доделать. Вообще, по-хорошему, до отпуска осталось всего лишь две недели. Так что надо бы уже ее будет сделать. Ну, я... Мне как раз пришли калины. И можно будет, в принципе, ими пробовать дальше тут раскрашивать. Но у калинов, наверное, не получится смешать, подобрать прям похожий, как здесь, вот оттенок. Поэтому нам придется вспоминать, какими я пользовалась карандашами в наборе Пабло. Я совсем забыла показать раскраску цветы. Вот это, да. Это же самая первая иллюстрация, которую я раскрасила сразу, когда сняла видео. Хорошо, что я монтировать начала, увидела. Сейчас я покажу быстренько. Ну, уже в таком вот варианте. Ну, такие еще цветы я раскрасила. Офигеть, как я могла про нее забыть совсем. Вот. Так что, вот такая еще была одна работа. Ну, раскрашивала я. Кстати, вот как раз таки... Так, у меня тут уже наставлено. Вот этими вот фломастерами. На днях получу оставшиеся все поштучные, которые заказала. В общем, такие вот... Это эти стабилы фломастеры. Мне они очень понравились. И частично еще какие-то здесь были, по-моему. Да, один какой-то фломастер заменила, но все остальное в целом только этими фломастерами было раскрашено. Что вот такая вот еще была иллюстрация. Совсем про нее забыла. Вот так вот. Ну, вот такие вот получились у меня результаты. В целом, я довольна. Ни много, ни мало. Хоть и преобладают по номерам, но я люблю раскрашивать по номерам. Поэтому не вижу в этом ничего критичного такого. На этом все. Вот. Переходите, смотрите видео Оксаны Хобби. Как она раскрасила, что она раскрасила. Я думаю, там не менее интересно будет. Вот. Поэтому ссылочка в описании, как обычно будет. И вообще все ссылочки всегда в описании оставляю. Так что переходите, смотрите. Подписывайтесь на ее канал, на мой канал. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока и до новых встреч.